Хотел рассказать вам смешной случай у нас знаете в жизни столько всякого происходит реально что вот начнешь рассказывать и говорят ну красиво соврал я одно время писал в местной газете там истории из жизни там студентов школы и мне говорят ну ты здоров там сочинять а это все было в реальной жизни и там и сочинять ничего не надо просто сама сама жизнь она такая что и и не поверишь вот такой был случай забавный у нас училась девочка много лет назад это было ей было тогда года 23-24 а привезли ее в детстве но я не знаю там в пять лет шесть-семь то есть она по-русски говорила но говорила так с трудом я бы сказал и с сильным акцентом звали ее таня и надо сказать что девочка была невероятно симпатичная и еще вот ну я не знаю мужчины меня поймут вот в ней еще было что-то такое вот какой-то внешняя такая видимость при всем что она такая красотуля еще какая-то такая вот какой-то такой налет как бы как бы легко доступности как бы то есть это ей придавал невероятный шарм и значит вот девочка таня и она получила работу училась там получила работу а в то время в основном студенты были постарше но вот такие мужики такие советские инженеры там механики строители и они такие ну еще так одеты были по-советски это где-нибудь год там девяносто пятый девяносто шестой таких знаете курты как китайских плащовых как-то это массово было популярно и такие они серьезные вот но и короче таня приносит как положено значит там торт и шампанского бутылку и в перерыве значит между там занятиями народ значит там порезал тортик и выпивает шампанское кушать тортик ну а я поскольку знаете я как бы такой жизнелюб вот я когда вижу человек тем более девочка симпатичная и я начинаю там вопросы задавать я я искренне без всякой задней мысли перед я говорю танечка говорю а чем вы занимались раньше она говорит я у нее такой акцент как бы с каким-то эстонским таким даже не знаю налетом она говорит я была официанткой я бы правда бы официанткой а у меня знаете не было по жизни опыта общения с официантами ну ну правда ну где вот я так чтобы за жизнь поговорить и я заинтересовался я слушаю говорю а вот когда работаешь официанткой тем более такая она видна девочка слушай а мужики пристают вообще там где-то а она ведь как этого пристают я буду как и приставить его harassment она так рукой на меня махнула говорит ой что ты everybody из чипать меня на жопа и значит это было очень неожиданно я ярко сказать такое существо юная нежная и вдруг когда так бабах и значит я смотрю на мужику а у них а они так стоят это стоя происходило не не сидя за столом там негде было вот они стоя кушают этот тортик возле стола я смотрю них прям этот кусок во рту остановился на конец и замерли от неожиданности значит со своими шампанскими там в стаканах бумажных там в общем как-то было очень очень неожиданно и я не могла жаловаться это нам но на самом деле там что происходило ну чтобы вы понимали она работала в ночном баре она не работала в семейном ресторане то ли там что-то такое она работала в ночном баре и там те мужики здорово там закладывают и те которые там работают они на самом деле за это больше чем их получают то есть у меня были потом другие девушки которые там же работали они говорят послушайте но ну щепнет какой придурок ну так чаевые какие вот поэтому как бы такой стиль был в познании действительности мы общались с девушками надо сказать что у нее довольно удачно складывалась ее профессиональная судьба но вот внешность такая она ей сослужила не очень хорошую службу на одной из работ она она очень умненькая девочка была очень она не не получила образование она должна была содержать себя и младшего брата она осталась без родителей то есть там у нее сложная история жизненная была и она вот официантка работала просто чтобы прокормить себя и брат младшего и кончилось это тем что но не кончилось в какой-то момент она оказалась на работе где-то и там был менеджер такой большущий афроамериканец который начал к ней к линию подбивать и она потом пришла ко мне вот с таким вопросом по жизни как быть в такой ситуации что значит он подбивал к линии она ему как бы решительно его послала и сказала ему что если он будет дальше то она на него пожалуется на что он как бы очень долго ржал и сказал что он начальника она никто если она будет жаловаться то вот ее уволят а его нет ну она как бы поскольку верила в систему вот она на него пожаловалась и они там как сделали они ее перевели в другой департамент после этого в котором она вообще отношения не имела то есть она всякие там тестировала программное обеспечение получала тридцатку в час а тут они ее перевели куда-то в какой-то саппорт где собственно надо было что-то такое специфическое делать и через пару недель они ее аттестовали как несоответствующую там должности и можно сказать уволили по несоответствию и вот она ко мне пришла и говорит так что же мне делать судиться с ними она конечно могла подать на них в суд и наверняка получила бы какую-то компенсацию без вопросов то есть я знаю очень много историй когда человек из такой ситуации выходил там с парой сотни тысяч в кармане но ну не знаю я и как бы сказал послушаю тебя своя жизнь у тебя там свою карьеру и и так далее поэтому у тебя займет неделю там пойти получить новую работу еще плюни двигайся дальше она собственно так и поступила но бывает бывает всякая вот такая девочка у меня очень-очень хорошие светлые вспоминания на 10 очень славная девчонка но так вот такая есть забавная история с ней связаны с шампанским и кусками торта застрявшими в глотках наших соотечественников на чисто по чисто филологической можно сказать причине счастливо